Будет ли поддерживаться распознавание русского ритм? Русский язык очень богат. Очень богат. То есть, смотрите, есть у меня информация о том, что русский лэнгвич пак для UAM роли готовится. То есть у меня даже бета-версия есть, то есть я даже с ним игрался. Я, к сожалению, не успел его развернуть в этом демо-стенде, который хочу показать. Но там есть функционал, который будет по-русски. То есть можно будет общаться с системой по-русски. То есть вот то, что сейчас в седьмом экшенже есть. То есть не распознавание речи, но давать команды, зайти в почтовый ящик, зайти в календарь, прослушать. То есть система понимает на русском. Разработчики обещали, что русский лэнгвич пак финализирует к сервис паку первому. То есть он не будет в релизе, он будет в первом сервис паке. То есть я с ним игрался, но у него там еще есть баги. То есть он периодически, как разработчики говорят, идет к маме. Раз и переключается в английский дальше. Итак, расширенный веб-интерфейс. Мы говорили, что у нас есть два варианта веб-интерфейса при работе с avoid. Это премиум и лайт. Премиум – это когда у нас весь этот функционал со всплывающими меню, с правыми кликами и так далее. И лайт – это совсем детский для непонятно каких браузеров. Ну, конечно, остальные пользователи на нас обижались за то, что они не могут, например, на некоторых операционных системах запустить интернет-эксплорер. И в десятом экшенже мы добавили полную поддержку Firefox. То есть все выглядит как в премиуме, красиво, со всеми вещами. Причем Firefox работает как под Linux, так и под Windows одинаково. И добавили поддержку Safari. Safari работает красиво только из-под Mac. То есть под Windows он работает в обычном лайт-режиме. То есть я это покажу, как это все выглядит. Плюс очень большое количество мобильных устройств. Это не только Windows Mobile, это всевозможные Symbian, Nokia, Palme, Helio, Sony и так далее. Очень большое количество устройств понимают, что такое ActiveSync и знают, как с ним работать. Как это выглядит, например, на мобильном устройстве? То есть для того, чтобы вот это заработало, достаточно шесть первых мобайлов. То есть первое, что у нас появилось? У нас появился кэш-автозавершение. Это очень удобная штука. Мне нравится она в Outlook, мне нравится в Avia, когда я только начинаю писать имя человека, и система мне подсказывает, кто это. Почему я мучаюсь и не могу такой же эффект получить в телефоне? Можем. Теперь телефон нам тоже будет подсказывать, может делать такие поиски по адресной книге и сразу подсказывать, кого я там хочу написать. Либо тот же самый Conversation View я могу видеть прямо на телефоне. Есть та же функция игнорирования. То есть я могу прямо с телефона ее выполнять. Либо вот описание голосового сообщения. То есть человек оставил мне голосовое сообщение, и дальше у меня пошла сама информация. Адам, можешь мне позвонить в час 30? То есть очень удобно в этом отношении. Я говорил, что мы смогли синтегрировать большое количество разных типов связи в единый почтовый ящик. То есть у нас есть голосовая почта, у нас есть смс-сообщение. То есть систему можно настроить таким образом, чтобы все смс-ки, которые проходят через ваш мобильный телефон, заходили к вам в exchange и, например, падали куда-нибудь в определенные папочки. И точно так же вы можете, например, прямо из Outlook Web Access отправлять смс-ки. Особенность здесь такая. Там будет хороший слайд дальше в конце. Особенность. То есть если у нас сейчас просто стоит какой-то GSM-шлюз. То есть я могу, например, из своего Web Access отослать смс-ку, которая пройдет через GSM-шлюз и отправится человеку на его мобильный телефон. Предположим, человек говорит, как мне проехать там куда-то? Да, я говорю, ты поедешь туда-то, туда-то, туда-то. И он такой, сейчас хочу переспросить, куда же. Делает реплай, а куда реплай пойдет? А реплай пойдет в голосовой шлюз. Ну, никуда он не пойдет. То есть мы исправили эту ситуацию, чтобы всегда эти письма возвращались к вам, чтобы вы были всегда адресатами. Да, плюс мгновенные сообщения. То есть прямо из Web Access вы можете делать мгновенные сообщения, как через коммуникатор. Состояние занятости. Вот я говорил, что мы календарями можем обмениваться. Можно настраивать так называемые федерации между компаниями. Причем на самом деле федерации можно и сейчас настраивать в седьмом экшенже, просто это очень тяжело и очень долго. И нужно настраивать с каждой компанией отдельно. То есть если у вас там пять таких клиентов, то это еще куда не шло. А если их, например, уже там 30, то это очень серьезная нагрузка на администратора. При работе с нашей системой федерации, так называемой Microsoft Federation Gateway, вы настраиваете эту систему один раз. Вот отношение доверия с Microsoft Federation Gateway. А дальше вы просто говорите, вот этому домену я разрешу отправлять данные. И пользователь потом говорит, я хочу свой календарь предоставить. Есть три варианта, что он может дать. Например, только FreeBizy. То есть занят я или не занят. Например, можно с какими-то деталями, чем я там был занят. Или вообще полные детали со всеми этачами, давать возможность доступа и так далее. То есть пользователь сам может выбирать. Плюс администратор сам может ограничивать. С каким-то доменом, например, делать это такое. Защита и соответствие политикам. В седьмом экшенже у нас была защита от спама и от вирусов. Как он премис, так и хостед. То есть можно было купить хостед. Где-то там почта фильтровалась, а потом чистенькая к нам приходила. Была возможность соответствия политикам. Но на самом деле она была не очень гибкая. И очень большое количество нареканий было в этом отношении. И было, я знаю, по крайней мере, очень большое количество партнеров, которые делают намного лучше этот функционал. То есть они поверх экшенжа ставятся и доделывают то, что мы не могли в седьмом экшенже. Плюс появились политики управления мобильными устройствами. То есть мы могли четко указывать, какие мобильные устройства к нам могут приходить. Мы могли заставлять эти устройства изменять пароли и так далее. Что мы сделали в десятом экшенже? Мы помогли пользователям работать с большими объемами почты. Что мы сейчас делаем с большими ящиками? Признаетесь, у всех есть ПСТ-шники. Много, много ПСТ-шников. А у некоторых они даже разбросаны на сетевых шарах. На сетевых шарах мы не поддерживаем ПСТ-шники. То есть они там карабтятся. Есть такая статья в MSD, где это написано. Более того, если у пользователя несколько ноутбуков или несколько компьютеров используют, аутлук, первое, что он делает, через 14 дней, «О, я сейчас создам ПСТ-файл. Хочешь?» И пользователь говорит, «Конечно, да, да, да». Сархивирует, «Да, да, да, давай». Потом пользователь говорит, «Где же моя почта?» В каком ПСТ-шнике? На какой машине? Куда она уехала? А потом приходит к вам compliance officer и говорит, «Я хочу проверить информацию, отправлял ли этот пользователь». А как проверить? Надо все эти ПСТ-шники пособирать. Они черно одеваляются. В десятом эксченже мы сделали механизм архивирования. То есть это дополнительный почтовый ящик, который находится в том же хранилище эксченже. На тех же ваших серверах. Полностью индексируемый, полностью поисковый. Полностью есть возможность compliance officer выполнять все запросы к нему. И для конечного пользователя он не напрягает Outlook. На самом деле я видел клиентов Outlook, у которых было по 6, по 7, 2-3-гиговых ПСТ-шников. То есть если Outlook закрывался аварийно, он потом открывался минут 45. Просто пока он все это перечекает, вот 45 минут. На мой вопрос, как часто ты заглядываешь в эти ПСТ-шники, ну человек сказал, говорит, ну раз в год, наверное. Ну так а что ты их не отключишь тогда? Ну просто чтобы они не тормозили тебе в следующий раз. Вот. То есть есть возможность все это переложить на сервер. То есть так как сервер у нас сейчас беспокоится за наши базы данных, у него там есть мега-системы отказоустойчивости, там индексирование и так далее, пускай он делает то же самое с нашим архивом. То есть в 10-м Outlook, в 10-м экшенже мы попытались вас избавить от ПСТ-шников. Это не значит, что ПСТ-шники не будут поддерживаться, они будут поддерживаться. То есть если вам они нравятся, они будут поддерживаться. Но намного интереснее, если пользователи все свои ПСТ-шники просто вбросят в этот архив и будут доступаться к нему через Outlook, например, или через VA.